Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами сегодня поговорим на тему, которая чрезвычайно важна практически для каждой российской семьи. Речь идёт о информационных технологиях для повышения доступности медицинской помощи и лекарственных препаратов. Но вначале попросил бы Дениса Валентиновича рассказать о том, как закончилась или как идёт выставка «Инопром». Мы там недавно смотрели, как всё это начиналось, в каком состоянии работы. Владимир Владимирович, во-первых, хотел бы поблагодарить вас от лица всей промышленности за принятие участия в работе. Это мероприятие, эта выставка стала основным индустриальным форумом в нашей стране. В этом году основная тема выставки была цифровизация промышленности. Надо сказать, что огромное количество компаний в этом году, даже больше, чем производственные, было именно из сферы IT-индустрии. То есть это говорит о том, что цифровизация, она входит во все отрасли экономики страны, и без исключения, конечно, это и промышленность. В выставке приняли участие более 650 компаний. И, надо сказать, в этом году у нас рекорд по посетителям более 50 тысяч человек из 98 стран мира. И в следующем году мы передаем статус страны-партнера Южной Кореи, рассчитываем на то, что мы, добавив дополнительные площади, мы обеспечим и приток новых компаний, и в том числе это и хорошая репетиция для участия Екатеринбурга как города-кандидата на Экспо-2025. Мы выходим с темой «Доступные инновации для наших детей и будущих поколений». Мы рассчитываем на вашу поддержку, на поддержку Дмитрия Анатольевича. Мы в ближайшее время должны сформировать оргкомитет и председателя оргкомитета. И с учётом опыта нашей страны в принятии крупных масштабных мероприятий, уверен, что мы можем достойно выступить и организовать в Екатеринбурге Экспо-2025. А кто там конкурент? Еще Осака и Париж, да? Да, Осака, Париж и Баку. Надо поработать. Будем стараться изо всех сил. Мы с 11 июля запустили дополнительные программы льготного автокредитования. Несколько слов поподробнее расскажите, пожалуйста. Да, Лавич. Мы с начала этого года реализуем целый ряд мероприятий поддержки автопрома. Но, как и планировалось со второй половины года, с 11 июля мы запустили дополнительно пять программ. В части автокредитования это первый автомобиль, семейный автомобиль и предполагается, что дополнительно будет скидка обеспечиваться по этим категориям покупателей до 10%. И аналогичные программы мы запустили также еще и по льготному автолизингу. Это российский тягач, российский фермер и свое дело. Эти три программы нацелены в первую очередь на малый и средний бизнес. Мы увеличили объем скидки первого платежа от суммы автомобиля с 10 до 12,5%. Рассчитываем, что эти программы позволят дополнительно реализовать автомобили, произведенных в России в объеме не менее 85 тысяч до конца года. Ну, а в целом все программы, которые работают на автопром, должны обеспечить производство порядка 670 тысяч автомобилей до конца года. Пока идет все по плану, уже более 360 тысяч автомобилей произведено и продано российского производства именно за счет государственной поддержки. Хорошо, потом проанализируйте, как работает программа в целом. Мы в 2011 году отменили лицензирование некоторых видов автомобильных перевозок, в том числе автобусных. И с этого времени неуклонно растет количество ДТП с участием автобусов. Вот за первую половину этого года рост значительный по сравнению даже с прошлым. Как Вы оцениваете ситуацию? И что считаете нужным сделать в самое ближайшее время? Пожалуйста, Максим Ильич. Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, при общей позитивной тенденции по снижению показателей аварийности на автотранспорте, вот есть негативные показатели по перевозке пассажиров надземным пассажирским транспортом. И здесь увеличение за 2017 год, первую половину, составило, по нашим данным, почти полтора раза по отношению к предыдущим периодам. В 2015 году был принят федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом. И вот благодаря, в том числе, принятию этого закона на 13, более чем на 13 процентов сократилось количество погибших по вине водителей автобусов именно на регулярных маршрутов. Но что касается нерегулярных маршрутов, то здесь мы видим, что рост ДТП при перевозках для собственных и служебных нужд составил 63 процента. При этом особая беспокойность вызывает то, что 40 процентов из таких ДТП совершены лицами, не имеющими статус хозяйствующего субъекта. То есть перевозками занимаются физические лица, а не организации профессионально обслуживающих пассажиров. И в этом году уже, к сожалению, случилось несколько таких резонансных дорожно-транспортных происшествий в Забайкальском крае, Татарстане. Мы оперативно отреагировали в середине июня в Министерстве транспорта, 13 июля в Министерстве внутренних дел совместно с Росторонадзором были проведены селекторные совещания с руководителями всех регионов страны. И было получено принять безотлагательные меры по снижению уровня аварийности на автомобильном транспорте при пассажирских перевозках. Такие меры проводились и в прошлом году со стороны МВД и Росторонадзора. Было выявлено более тысячи нелегальных перевозчиков, возбуждено 26 уголовных дел по причине незаконного предпринимательства и 500 уголовных дел по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но этого мы считаем недостаточно. Вы совершенно справедливо отметили, что после 2011 года, когда была отменена система лицензирования пассажирских перевозок для заказных видов перевозок и для собственных нужд, мы видим именно в этом секторе постоянный рост дорожно-транспортных происшествий. И в связи с этим Минтрансом разработан и внесён в правительство проект федерального закона, который вносит соответствующие изменения в действующий закон о лицензировании и возвращает лицензирование для перевозков пассажиров всем автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек. Этот законопроект в настоящее время проходит экспертизу в ГПУ. Он позволит, с нашей точки зрения, для всех водителей автобусов установить равные условия для водителей и для перевозчиков, которые осуществляют и регулярные, и нерегулярные заказные перевозки или перевозки для собственных нужд. Также в исполнении вашего поручения Минтрансом подготовлен федеральный закон, не вносящий изменения в закон о безопасности дорожного движения, к которому устанавливаются единые требования по обеспечению безопасности перевозок, которые предъявляются к коммерческим перевозчикам, и уравниваются требования как для юридических лиц и для физических лиц в части установления тахографов на транспортные средства. Сегодня, если автобус принадлежит физическому лицу, то необязательно устанавливать на него тахограф в связи с тем, что не возникает вопросов режима трудового отдыха. Но нам кажется, что это необоснованно, потому что от этого зависит безопасность пассажиров, и нет разницы, какой автобус попадает в ДТП, принадлежащий физическому лицу или юридическому лицу, то есть организации. Этот законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении в конце 2016 года, и мы бы просили, уважаемый Владимир Владимирович, ваше поручение, чтобы второе и третье чтение тоже состоялось как можно скорее, и законопроект стал законом и вступил в силу этого требования. Сейчас, если говорить о теме тахографии, а многие ДТП совершены именно по той причине, что водители, к сожалению, либо засыпают, либо отвлекаются за рулем. Сейчас уже оснащено более 550 тысяч автобусов и выдано более 23 тысяч контролёров. Во всех регионах создана соответствующая инфраструктура по установке и техобслуживанию таких тахографов, и работают более 500 пунктов по приёму заявлений на выдачу карт тахографов. Если эта система будет доведена до своего логического завершения и все перевозчики будут пользоваться, то, по мнению экспертов, позволит снизить количество ДТП с участием автобусов как минимум на 15%. Вот мы и на проме видели в том числе различные приспособления, приборы, которые контролируют физическое состояние водителя. Современные, удобные, эффективные. Конечно, вопрос стоимости и их внедрения. Но, безусловно, надо идти по этому пути. Посмотрите. Да, это действительно так, Владимир Владимирович. Безопасность стоит денег, но она стоит того, чтобы уделять этому вопросу особое внимание. И мы готовы подготовить, разработать соответствующую необходимую нормативную базу, обязывающую внедрять такие средства всем, кто осуществляет коммерческие перевозки пассажиров. Александр Владимирович, есть что добавить? Уважаемый Владимир Владимирович, Министерство внутренних дел совместно с Министерством транспорта работало по подготовке этих проектов, федеральных законов. Цифры говорят о необходимости, на наш взгляд, их принятия. Я приведу две цифры, актуальные на последние дни. Из семи последних происшествий с участием автобусов, в четырех из них водители просто уснули за рулем. Я не анонсирую и не опережаю выводы следствия. Это та предварительная картина, которую мы увидели на местах происшествия. Вторая цифра. Из 115 погибших пассажиров по вине водителей автобусов, 39 погибло именно в тот момент, когда, на наш взгляд, водители уснули. Я прекрасно понимаю, что эти проекты законов будут дополнительным рычагом и для нас в том числе. Но в то же время отдаю и себе отчёты, ответственность за профилактику и результаты контрольно-надзорной нашей деятельности. 13 июля мы провели вместе с председателями Канисей по безопасности дорожных движений субъектов Российской Федерации, руководством Ространснадзора, селекторное совещание по всей стране. В ожидании издания этих законов, если они будут приняты, мы идём, считаю, на наш взгляд, на необходимые меры. А. Наложение маршрутов движения автобусов на дислокацию наших постов и нарядов. Мы отменили приказ, принятый пять лет назад по линии Министерства внутренних дел, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов. Транспортная логистика и география нашей страны говорят о том, что это было ошибкой с нашей стороны, готовя этот нормативный документ. В случае нарушения режима труда и отдыха, автобусы, перевозящие пассажиров, в том числе и в основном заказного характера, будут останавливаться и предоставляться возможность отдыха водителя. Мы прогнозируем определённый негатив среди пассажиров, но поработав месяц в таком режиме, мы, думаю, побудем хозяйствующие субъекты к необходимости требования 25-го приказа Минтранса, который определяет режим труда и отдыха водителя. Я скажу, что только в столицу заходит 2300 единиц транспорта, которые под вывеской «заказные» осуществляют пассажирские перевозки. Они не диспетчеризируются, пассажиров садят вне зон существующих в столице автовокзалов. Мы определились и обратились к Росстранснадзору до 15 августа. Проверим ход выполнения 220-го федерального закона по организации пассажирских перевозок и консолидированную информацию внесём как в Генеральную прокуратуру, так и прокурорам субъектов Российской Федерации. С учётом приближения учебного года, а у нас перевозкой школьников в стране занимается 19400 школ, на балансах которых стоят 22,5 тысячи единиц автобусов. Мы проверим и эту категорию, как водителей, так и транспортных средств. Ещё раз говорю, мы понимаем, товарищ президент, ответственность нашу, и усилия будут консолидированы с учётом, к сожалению, роста на 21% погибших пассажиров по вине водителей автобусов. Доклад закончен. Хорошо. Через какое-то время вернёмся к этому вопросу и доложите мне отдельно, как работаете. В этом году у нас погода не балует. Селян. В этой связи вопрос Александру Николаевичу. Как идёт уборка? Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Коллеги, коротко о ходе уборки. Низкая температура в ряде регионов сдвинула сроки уборки. Идём с небольшим отставанием, две недели. Но аграрии страны уже активно убирают урожай с полей. Собраны первые 20 миллионов тонн. Это ниже несколько, чем в прошлом году на эту дату, на 20%. Но, тем не менее, урожайность на юге, в Ростове, на Кубани, я вчера был в Старополе, показывает, что урожайность будет выше. И качество зерно достаточно приличное. Пока гибель минимальная. Хотя небоприятная погода создала сложности с выходом в поле практически во всех регионах. Юг Руси и по Волжье пострадали от ливней, заморозков и града. В Центральной России повсеместно. Переволожнение почв. За Уралом, Сибирь и на Дальнем Востоке темпы полевых работ замедлились из-за розлива рек и подтоплений. Единственная опасность, которая есть на сегодня, что небоприятная погода сохранится осенью. И тогда будет сложно забрать урожай с поля. А если будет достаточно сухая погода осенью, имеется в виду сентябрь, октябрь, это очень важно для уральских территорий, территории Сибири, то вполне можем рассчитывать, что урожай текущего года превысит и 105 миллионов тонн. Это ниже уровня прошлого года, но достаточно, чтобы обеспечить внутреннее потребление. Это порядка 70 миллионов тонн. Из них 20 на продовольственной цели. 40 – это кормовая база, 10 – семена и еще порядка 35 миллионов и выше. Можно формировать партии на экспорт. Прогнозируем также, что несмотря на потери урожай овощей и фруктов, сохранится на уровне прошлого года. За счет, прежде всего, средства новых тепличных комплексов и вступления подоношения новых садов. Холодная погода и дожди отсрочили окончание посадки целого ряда овощей, прежде всего капусты, картофеля, моркови, что привело к более позднему вступлению в рынок отечественной продукции нового урожая. В результате типичный сезонный рост цен получил дополнительный всплеск в июне за счет непогоды. Обычно май – это пиковый месяц по всплеску цен. Собственная продукция в дефицит и объемы импортной продукции достигают максимума. А в июне цена традиционно снижалась. В текущем году цены стабилизировались только в конце июня. А по состоянию на 17 июля, когда на прилавках появился первый урожай с юга страны, снижение цен составило 7%. К августу-сентябрю цены на овощи будут существенно ниже и ситуация полностью стабилизируется. Чтобы в последующие годы минимизировать сезонные всплески цен, необходимо строить больше овощехранилищ, которые позволили бы до собственного летнего урожая потреблять отечественную продукцию. Госпрограммой правительства предусмотрена господдержка строительства и модернизации хранилищ для картофеля, овощей и плодов. В прошлом году в России было построено и модернизировано хранилищ общей мощностью 250 тысяч тонн единовременного хранения. Сейчас есть мощности порядка 7 миллионов, а нужно еще порядка 5. До 2020 года мы намерены ввести еще порядка 2 миллионов тонн хранения, что позволит снизить дефицит хранения на 50%. Тем не менее, мы не только за счет федерального и регионального бюджета хотим строить и реализовывать эту программу, но привлекать и в небюджетные источники. Мы проговорили с Министерством экономического развития, с Центральным банком за счет частных пенсионных фондов. Эту работу будем проводить для того, чтобы таких издержек из-за непогоды мы не получали впредь. Спасибо. Насколько Вы планируете увеличить овощи хранилища? Не до какого года? До 2020 года еще построить порядка 2 миллионов тонн. Порядка 2 миллионов к 2020 году? К 2020 году, да. Но еще останется порядка 2-2,5. То есть это еще... Будет дефицит еще. Но практически этой работой мы никогда по-серьезному не занимались, Сергей Владимирович. Вы знаете прекрасно. И только 2 года последних, благодаря государственной поддержке, правительству, мы начали активно вместе с фермерами, с сельхозтоварными производителями. Но вот мы с Орешкиным, Максимом Саниславовичем, буквально недавно он приезжал в Министерство, мы приняли решение привлекать дополнительные средства в небюджетных источников, для того чтобы эту программу реализовывать более быстрыми темпами. Хорошо. Ладно, спасибо. Давайте перейдем к основной теме, ради которой собрались. Это использование информационных технологий для повышения доступности медицинской помощи и лекарственных препаратов. Вы знаете, в марте текущего года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам обсуждались вопросы совершенствования системы здравоохранения. В том числе речь шла о необходимости активного внедрения в эту сферу цифровых технологий, что будет способствовать созданию принципиально новых возможностей в работе врачей и, главное, позволит существенно улучшить медицинское обслуживание граждан страны. Задача по информатизации больниц, поликлиник, по их повсеместному подключению к скоростному интернету ставилась и в послании Федеральному собранию. Я хотел бы сегодня услышать, как продвигается эта работа. Отмечу, что уже во многих медицинских организациях активно используются электронные документы оборот, применяются электронные медицинские карты и электронная запись к врачу, развивается телемедицина. Мы знаем, что и здесь есть, к сожалению, проблемы, в том числе и при, как ни странно, организации. Вот такой цифровой, казалось бы, работа, но и здесь не всё ещё решено. Давайте тоже об этом поговорим. Хочу повторить, всё это нужно для того, чтобы граждане, вне зависимости от их места жительства, могли получить квалифицированную медицинскую помощь. А врачи при этом не были загружены бумажной лишней работой, больше времени уделяли лечению пациентов. Сегодня Государственная Дума во втором чтении рассматривает законопроект, который должен сформировать правовую базу для функционирования единой информационной системы в здравоохранении. Рассчитываю, что этот важный документ в скором времени будет принят. И прошу обозначить чёткие сроки завершения внедрения этой системы. Далее. Правительство уже рассматривало вопрос создания системы мониторинга и контроля закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд. Она должна позволить снизить цены и оптимизировать бюджетные расходы. А значит, государство сможет предоставить бесплатные лекарства большему числу льготных категорий граждан. Хотел бы подчеркнуть, что проблема доступности бесплатных лекарств – одна из самых острых, до сих пор остаётся одной из острых. Эти вопросы поднимались, как вы знаете, в ходе прямой линии. Мы с министром здравоохранения об этом говорили. Их задают, я уверен, и вам, и мне в регионах на встречах с людьми и на различных мероприятиях. Прошу правительству уделить решению этой задачи самые пристальные внимания. Насколько известно, система мониторинга и контроля закупок лекарств действует в тестовом режиме с марта текущего года. Полномасштабная эксплуатация должна начаться с января 2018 года. Сейчас важно окончательно отладить эту работу, в том числе предусмотреть ответственность участников торгов за корректность и достоверность сведений, которые они размещают в системе. Давайте этот вопрос самым тщательным образом проработаем. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Для развития здравоохранения и повышения доступности, качества и эффективности медицинской помощи особое значение имеет внедрение цифровых медицинских технологий. Поэтому цифровая медицина – это один из приоритетных проектов стратегического развития и это один из пяти блоков программы цифровой экономики. Владимир Владимирович, как Вы уже сказали, в послании прозвучали основные первоочередные шаги в области внедрения цифровых технологий в медицине, связанные с необходимостью наладить контроль за рынком жизненно важных препаратов и, соответственно, пресечь завышение цен на жизненно важные препараты при их закупках для больниц и поликлиник и таким образом увеличить охват льготного лекарственного обеспечения. Создать комфортные условия для работы врачей, особенно первичного звена, сократив время на непрофильную деятельность и внедрить удобные сервисы для взаимодействия людей с медицинскими организациями. По Вашему поручению, для совершенствования лекарственного обеспечения и сокращения неэффективных расходов в регионах страны Министерством здравоохранения совместно с государственной корпорацией Ростех разработана и внедрена в опытную эксплуатацию информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере государственных и муниципальных закупок лекарственных препаратов. Для создания новой схемы управления закупками Минздравом разработан структурированный справочник, каталог лекарственных препаратов на основе государственных реестров зарегистрированных лекарственных средств и предельных отпускных цен. Совместно с заинтересованными федеральными органами, казначейством, министерством финансов, федеральной антимонопольной службой проведена интеграция созданной информационно-аналитической системы с единой информационной системой в сфере закупок. По сути дела, каталог лекарств встроен теперь в систему закупок и даёт возможность вносить туда структурированную информацию, которая автоматизированно обрабатывается и автоматизированно передаётся уже системе мониторинга закупок. Это позволяет нам оперативно анализировать информацию на уровне даже планирования закупок и по результатам конкурсных процедур, а также система автоматизированно рассчитывает средневзвешенные рыночные цены на аналогичные закупки по международным непатентованным и торговым наименованиям лекарств и объективизирует все отклонения от них. В соответствии с Вашим поручением, с 1 марта система работает в тестовом режиме, она наполняется данными и в то же время отрабатываются некоторые технологические нюансы работы. На данный момент в системе зарегистрировано 29,4 тысячи заключённых контрактов по 22,2 тысячам торговых наименований лекарств на сумму 20,6 миллиардов рублей. И уже сегодня мы имеем возможность оперативно автоматизированно видеть средневзвешенные цены, в том числе в разрезе производителей, поставщиков и государственных заказчиков лекарств. С 1 января запланирован переход работы в промышленную эксплуатацию, то есть в полном объёме. Для того, чтобы это было возможным, в текущем году нам нужно принять некоторые нормативно-правовые акты. Самое главное – это закон, Владимир Владимирович, о котором Вы сказали, вводящий понятия и закрепляющий на всей территории страны единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Одним из компонентов которой и является информационно-аналитическая система мониторинга закупок. А также этот закон вводит нормы, регламентирующие электронные документы обороты и телемедицину. 15 июня законопроект прошёл первое чтение, сегодня он поставлен во второе чтение. И для нас крайне важно принять этот закон в весеннюю сессию, потому что сразу же после принятия этого закона будут приняты и постановления правительства, уже подготовленные по функционированию информационно-аналитической системы. И также законопроект, подготовленный вместе с Федеральной антимонопольной службой по типовому контракту на закупку лекарств, об особенностях описания объекта закупки. До конца года необходимо также внести изменения в Кодекс административных правонарушений, который бы закрепил ответственность за искажение информации, которая вводится в систему, и неиспользование информации при подготовке к заключению контрактов. Эти нормы будут введены отсрочно после завершения накопления основного массива информации в системе, поскольку основные контракты у нас заключаются в первом квартале года, и закупки осуществляются в первом и втором квартале, мы планируем введение этих норм с 1 июля во втором уже полугодии следующего, 2018 года. Хотелось бы отметить, что особое внимание мы сейчас уделяем образованию всех участников работы в информационно-аналитической системе, с тем, чтобы у всех выработалось на уровне автоматизма понимание обязательности использования типовых форм структурированной документации. На основе анализа фактических данных совместно с Федеральной антимонопольной службой на будущий год будут отработаны алгоритмы контроля и реагирования на выявленное отклонение цен от средневзвешенных. Во втором полугодии 2018 года будет разработан и нормативно закреплён новый оптимальный подход к определению начальной максимальной цены контракта, основанный уже не на регистрации предельных отпускных цен, а на референтной фактической цене, средневзвешенной рыночной цене. Это позволит, по мнению экспертов, сократить отклонение от средневзвешенной цены не менее чем на 60% и таким образом сэкономить достаточные бюджетные средства для расширения охвата населения необходимыми лекарствами во всех субъектах Российской Федерации. Хотелось бы подчеркнуть, что новая схема управления закупками носит ярко выраженный профилактический характер и в будущем будет задавать фильтры для внесения информации в данную систему. Дальнейшее развитие информационно-аналитической системы связано с её интеграцией с другими сегментами Единогосударственной информационной системы в сфере здравоохранения, что позволит нам прослеживать весь процесс лекарственного обеспечения от проверки в каждой медицинской организации адекватности назначения лекарств в соответствии с клиническими рекомендациями до оценки остатков лекарств в медицинских организациях, в аптеках и на складах. Такой пилотный проект запущен в этом году совместно с компанией Биокат по обеспечению онкологическими препаратами двух регионов – это Санкт-Петербург и Свердловская область. Также мы планируем интеграцию данной информационно-аналитической системы с автоматизированной системой мониторинга движения лекарственных препаратов на основе их маркировки, что позволит нам своевременно определять недоброкачественную продукцию, фальсификаты и контрафакты, выводить их с рынка и, самое главное, профилактировать повторный вброс, то есть перепродажу лекарств дорогостоящих для льготного обеспечения, которые закупаются на государственные деньги. Что касается других компонентов цифрового здравоохранения, в 2014 году мы подвели итоги программы модернизации в этой сфере, и был принят план развития региональных медицинских информационных систем, который был одобрен в рамках работы правительственной комиссии по информационным технологиям. Минздравом были утверждены требования к функционалу медицинских информационных систем, медицинских организаций и интегрированных региональных систем. В 2015 году Минздравом с каждым субъектом Российской Федерации было подписано соглашение о реализации регионального плана информатизации здравоохранения на три года. Целью подписания этих соглашений было нивелирование различий межрегиональных к концу 2018 года по уровню информатизации в регионах. На сегодняшний день автоматизировано 75% рабочих мест медицинских работников, подключено к скоростному интернету 72% медицинских организаций и обособленных структурных подразделений 18100. Осталось подключить к скоростному интернету 13800 медицинских организаций и обособленных подразделений. Из них 7100 не имеют доступа к сети интернет, и 6700 – это потребности в модернизации той связи, которая имеется на сегодняшний день. К защищённой сети передачи данных подключено 64% медицинских организаций и структурных обособленных подразделений. Медицинские информационные системы внедрены в 72 субъектах Российской Федерации, почти в 7000 медицинских организаций, но примерно это составляет треть от общей потребности. Интегрированные региональные медицинские информационные системы сформированы в 82 субъектах Российской Федерации, за исключением Орловской и Тверской областей и Чукотского автономного округа. В большинстве регионов созданы централизованные порталы архив медицинских изображений, и 66 регионов активно используют этот портал для передачи изображений с приборов из более чем 2000 медицинских организаций, а также портал лабораторных исследований, и уже 61 регион передают в электронном виде лабораторные показатели в поликлиниках и стационарах. В 78 регионах внедрена система диспетчеризации санитарного автотранспорта, к которой подключено уже сейчас более 89% старой станции скорой помощи. Особое значение для наших людей имеет повышение доступности медицинской помощи, обеспечение быстрой и комфортной записи на приём к врачу, для чего внедряется электронное расписание работы врачей и возможность дистанционной записи. В настоящее время электронные записи используют 82 субъекта Российской Федерации, кроме Псковской области, Чеченской республики и Чукотского автономного округа. 39% медицинских организаций активно записывают, 25% фактически обслуживают всех обращений в амбулаторном звене с помощью электронной записи. Наша цель до конца 2018 года по мере подключения медицинских организаций к сети интернет обеспечить стабильный и качественный сервис записи к врачам во все поликлиники страны через личный кабинет пациента на едином портале государственных услуг. В декабре текущего года мы запускаем единую систему мониторинга времени ожидания приема у врачей разных профилей во всех медицинских организациях страны, что позволит нам оперативно выявлять те организации, в которых нарушаются предельные сроки ожидания разных видов медицинской помощи, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации. Такая система опробирована и сейчас эффективно действует уже в Москве и поэтапно до конца 2018 года будет введена во всех регионах страны. Наряду с комфортной своевременной записью к врачу особое значение имеет минимизация времени ожидания у кабинета врача или у лаборатории. Для этого необходимо налаживание технологических процессов внутри медицинских организаций и с 2016 года совместно с государственной корпорацией «Росатом» мы реализуем проект «Бережливая поликлиника», которая наряду с реорганизацией регистратур и правильной маршрутизацией потоков пациентов внедряет медицинские информационные системы и вводит электронные документы оборот. Таким образом устраняются избыточные затраты врача на заполнение бумажных документов, а также появляется возможность оперативно получать информацию о диагностических исследованиях и наличии лекарств в аптеке. Такая автоматизация уже повысила эффективность работы пилотных поликлиник, так время ожидания у кабинета врача сократилось более чем в три раза, от трёх до двенадцати раз. Время непосредственной работы врача и пациента увеличилось вдвое. Появилась возможность комфортной и быстрой сдачи анализов и получения результатов. И проходить диспансеризацию без очередей. В настоящий момент в проекте участвуют уже 115 поликлиник в 40 субъектах Российской Федерации. До конца года мы планируем увеличить число поликлиник до 200. И этот положительный опыт будет масштабироваться во всех поликлиниках страны. Особое внимание мы уделяем созданию удобной для граждан возможности дистанционного получения медицинских документов, справок, выписок и рецептов. Условием для внедрения электронного документа оборота является, как уже было сказано, внедрение информационных систем в медицинских организациях. Хотелось бы отметить, что в том или ином виде уже в 72 регионах используется документ оборот электронный. Так в 64 субъектах всё льготное лекарственное обеспечение производится уже за счёт электронных рецептов, которые автоматизированно передаются из медицинских организаций в аптеки. Внедрение единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения позволит ввести реестр электронных медицинских документов, единый на всю страну, которая будет ввести документы для каждого пациента, что не только создаст дополнительное удобство для пациента, но и обеспечит преемственность диагностики и лечения в разные периоды жизни человека в разных медицинских организациях. Безусловно, персональные данные граждан будут строго защищены и обезличены в базе данных. Этот вопрос внимательно прорабатывался вместе с Управлением информатизации администрации президента и Департаментом информатизации правительства. Доступ к реестру медицинских документов будет иметь только сам гражданин через его личный кабинет на основе проверки его подлинности и персонального ключа входа, а также по согласованию с пациентом лечащий врач. При этом федеральная платформа «Реестр электронных медицинских документов» будет создана уже в этом году и начнёт наполняться данными после вступления в силу федерального закона. Полный переход на электронные медицинские документы пройдёт поэтапно до 2024 года по мере готовности инфраструктуры медицинских организаций. Сроки введения электронного документа оборота полностью скоординированы с программой «Цифровая экономика». Хотелось бы ещё отметить значимое направление для повышения доступности и качества медицинской помощи – это внедрение телемедицины, телемедицинских технологий. Дистанционное взаимодействие между врачами применяется в российской медицине уже в течение нескольких лет. В 2008 году при внедрении сосудистой так называемой программы были созданы телемедицинские комплексы для связи региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, которые активно работают уже практически 10 лет. Оснащение медицинских организаций телемедицинскими системами с использованием видеоконференц-связи получило развитие в период программы модернизации. Сегодня телемедицина на региональном уровне используется в 83 субъектах Российской Федерации, кроме Республики Алтай и Чукотского автономного округа. И более 4400 медицинских организаций подключено активно к этим системам. В 2016 году мы начали формирование федеральной вертикально интегрированной телемедицинской системы, которая связывает наши национальные медицинские исследовательские центры с профильными региональными подразделениями. И уже 70% регионов подключились к этой системе. Планируется в 2017 и 2018 годах подключить к федеральной телемедицинской системе все 700 учреждений третьего уровня субъектов Российской Федерации. Для них будет обеспечена непрерывная методологическая поддержка, дистанционные консилиумы с видеоконференциями, телемедицинские консультации с обязательным документированием в электронном формате и сохранением цифровых изображений. Сформированная база обезличенных медицинских цифровых изображений, проанализированных специалистами федеральных центров, станет основой для создания и внедрения интеллектуальных систем поддержки принятия врачебных решений. Я хотела бы отметить, что в настоящее время эффективно реализуется апробация первой такой российской системы для ранней диагностики рака лёгкого на первой стадии. После накопления первых 13 тысяч распознанных томограмм компьютерных и магнитно-резонансных программа действительно начала проявлять высокую диагностическую эффективность. Проводится эта апробация на базе Федерального центра профилактической медицины. Применение телемедицинских технологий используется и для индивидуального мониторинга здоровья человека, и в настоящее время в России уже существует большая линейка неинвазивных персональных телемедицинских устройств для дистанционного взаимодействия врача и пациента. В этом году мы закончим реализацию двух пилотных проектов в Тюменской и Ленинградской областях, по которым мы дистанционно мониторируем уровень артериального давления у пациентов из групп РИСКа. По предварительным данным, заслушанным по результатам первого полугодия, такой подход позволяет своевременно коррегировать давление, снижать число гипертонических кризов, экстренных госпитализаций с вызовом скорой помощи и число летальных исходов. В рамках национальной программы HealthNet одно из направлений до 2025 года – распространить этот опыт индивидуального мониторирования здоровья широко во всех регионах страны. Таким образом, Владимир Владимирович, мы сегодня имеем уже существенный задел в развитии цифровых медицинских технологий, и все наши планы, ближайшие и среднесрочные, будут реализованы при трёх основных условиях. Это скорейшее принятие закона, мы надеемся, в эту весеннюю сессию, поскольку именно закон устанавливает обязательность работы региональных сегментов нашей системы. Второе – это выполнение субъектами дорожных карт, затверждённых, подписанных губернаторами по региональной информатизации. И третье – исполнение плана Министерства связи на основе поручения, которое прозвучало в послании по подключению всех поликлиник и больниц к сети скоростного интернета к концу 2018 года. Спасибо. Три дня Думе осталось работать. Не поняла. Три дня осталось в Думе работать. Весенний сессия осталось три дня. Владимир Владимирович, сегодня фиксированное время. 18.30 – заслушивание закона. Ладно. Субтитры создавал DimaTorzok